На всемирных играх, полицейских и пожарных у Андрея Волкова было шесть схваток. Четыре поединка по дзюдо и два по бразильскому джиу-джитсу. Готовился ко всему основательно. Это очень серьезные соревнования, они проходят раз в два года. Готовался с полной ответственностью, потому что представлял не только свой регион, а представлял МВД России. Плюс самые по себе соревнования проходили в Китае, нужно было хорошо акклиматизироваться, то есть подойти к соревнованиям, ну что и произошло. В соревновании Андрей привез две золотых медали. Притом, если дзюдо Андрей занимается давно, то бразильское джиу-джитсу для него в новинку. Но здесь, говорят, большую работу проделали тренеры. И благодаря этому обе схватки он выиграл досрочно. А вот дзюдо было интересней. В супертяжелом весе первая схватка была с китайским спортсменом. Поединок складывался напряженно. Однако Андрей применил свой излюбленный прием – выход в партер и удержание. Но особенно рязанцу запомнился бой за медаль. Финальная схватка тоже с представителем Китая, который был в сборной не много лет, по-моему, даже участвовал на Олимпиаде. И она получилась так, что очень сильно на нее настраивался. Думал, что будет очень тяжело. Получился, на самом деле, очень быстрый, спокойный поединок. То есть практически на второй минуте я бросил, сделал удержание. И она прошла как нельзя лучше. Андрей Волков начал заниматься самбо с юных лет. В то время секции было мало, но повезло – нашел рядом с домом. Говорит, борьба сильно изменила его жизнь. Он до сих пор хранит свою первую медаль, которую выиграл в 1998 году. Она по размеру меньше привезенных из Китая, да и уже почернела от времени. Однако и сейчас занимает почетное место среди других наград. Одним из самых важных советов тренеров Андрей считает самый простой – не сдаваться. Мне кажется, это никогда не сдаваться, потому что может много в жизни, как в жизни, так и в спорте может много случиться. Но нельзя никогда опускать руки, нужно идти дальше. Даже если что-то не получается как в жизни, как в учебе, так и в работе, нужно потихонечку идти дальше, то есть переступать. И этот спорт, в принципе, учит всех детей, людей, кто через него проходит. Сейчас Андрей готовится к следующим соревнованиям, которые пройдут в сентябре этого года. Ему предстоит оставить честь города в чемпионате России под зюдо. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».